Здравствуйте! В эфире телеканала Алматы и Новости. В студии Рамина Макаримова смотрите сегодня выпуски. Егерям хотят разрешить стрелять в браконьеров. Инспекторы охотзоопрома начали тренироваться. Будем организовывать стрельбище, мы будем оттачивать навыки наших инспекторов по применению оружия. Когда примут законопроект, разрешающий открывать огонь на поражение? Обновление троллейбусного парка, снос ветхого жилья, что волнует жителей Алмалинского района. Зачастую тротуары не оборудованы ни пандусами для колясочников, ни специальными какими-то поручнями, чтобы каждый мог сам подняться. Жалобы выслушал Аким города. Без воды и электричества остался целый микрорайон в Алматы. То есть элементарно помыть ребенка, умыть там что-то в туалет, сходить постирать, у нас нету сразу ни воды, ни света. Когда в Теректе появятся блага цивилизации? А теперь обо всем по порядку. В Карагандинской области рассматривают громкое дело об убийстве инспектора охотзоопрома Ерлана Нургалеева. На скамье подсудимых семь человек. Их судят за браконьерство, убийство и попытку убийства. Трагедия тогда вызвала большой общественный резонанс. В стенах парламента даже заговорили о новом законопроекте, который разрешит конфисковать оружие браконьеров и даст право егерям открывать ответный огонь на поражение. Пока документ рассматривают, в Алматы сотрудники охотзоопрома уже начали оттачивать мастерство по стрельбе. За тренировкой наблюдала Рамина Мирзалимова. Инспекторы в боевой готовности. Перед началом тренировок традиционный инструктаж. Основные атрибуты – очки, наушники и главное – оружие. Сегодня егеря стреляли из пистолета Макарова. Оттачивать навыки стрельбы сотрудники охотзоопрома теперь будут регулярно. С сегодняшнего дня мы начинаем тоже на постоянной основе, будем организовывать стрельбище. Мы будем оттачивать навыки наших инспекторов по применению оружия. Наши инспекторы в совершенстве владеют любым оружием. Но эти занятия нам не помешают. Мы будем и дальше повышать свои способности применения оружия. По правилам, каждому необходимо сделать по три пробных выстрела. Еще три будут зачетными. Попавший точно в яблочко набирает больше 20 баллов. Это значит, что экзамен пройден. Самое главное при стрельбе – направить оружие на мишень и произвести плавный спуск. На учениях важна каждая деталь, говорят организаторы. Стойка, владение оружием и момент выстрела. Все эти нюансы учитываются инструкторам при подведении итогов. Правильно произвести выстрел – это одно из основных их профессиональных качеств. Сегодня показывают стрельбу достаточно неплохую. Владеют короткоствольным оружием. Сегодня они стреляют из пистолетов Макарова. Короткоствольным оружием они уверенно владеют и могут при необходимости применить его правильным образом. После того, как инспекторов обучат стрелять и слаженно действовать в экстренных ситуациях, им выдадут необходимое оснащение – бронежилеты и форму. О дополнительном вооружении сотрудников охот-зоопроме всерьез задумались после трагических случаев в Карагандинской и Акмолинской областях, когда от рук браконьеров погибли двое охот-инспекторов. Рамина Мирзалимова, Арсен Сандыбаев, Телеканал Алматы. Контрабанду крупной суммы денег сегодня пресекли в Международном центре приграничного сотрудничества «Харгос». Утром специалисты таможенной службы и пограничники задержали гражданина Таджикистана, который пытался пронести через границу сумку, набитую долларами, тенге и кыргызскими сомами. В общей сложности изъято больше 22 миллионов тенге. Эти деньги не были заявлены в таможенной декларации. Контрабандист направлялся из Казахстана в Китай. Без благ цивилизации остался целый микрорайон в Алматы. Жители Тиректе вынуждены жить без чистой питьевой воды, хороших дорог и постоянного электричества. Местные чиновники наотрез отказываются проводить в дома коммуникации, говорят люди. Дело в том, что жилые строения были возведены без разрешительных документов. В ситуации разбиралась Жадра Джалдыбаева. В микрорайоне Тиректе Дельдара Якубова живёт уже шесть лет. Ежедневно женщина вынуждена ходить за водой на скважину. Но пить её нельзя. Она пригодна только для стирки белья и умывания. И в таких вот неудобствах здесь живут владельцы десятков домов, говорит Дельдара. На нашей улице в частности нет никакой инфраструктуры. Это в частности многие дома не подключены к электричеству, к энергии. Нет водоснабжения, нет канализации. У нас нет нормальных дорог, скажем так. В вечернее время у нас очень по улице темно, то есть нет освещения. Но основная всё-таки у нас, скажем так, проблема – у нас нет водоснабжения, канализации, электричества. Дома жителей микрорайона Теректы подключены к частной трансформаторной подстанции, из-за чего бывают нередкие перебои с электричеством. В результате сетуют жильцы, не могут ни умыться, ни одежду детям постирать. Когда отключают свет, неважно, кто отключает. Частник отключает, либо отключают, там, РЭСы отключают, какие-то ремонтные работы. Мы все остаёмся без воды. То есть элементарно – помыть ребёнка, умыть там что-то, в туалет сходить постирать. У нас нету сразу ни воды, ни света. Плюс та вода, которая у нас есть, она не питьевая, она техническая. То есть пить её нельзя. Значит, мы возим воду дополнительно откуда-то с колонок, в бодейках. Мы всё это возим. 21 век. Данная территория, по словам жителей, вошла в состав Алматы пять лет назад. Но за это время здесь так и не проводился ремонт дорог. Жители квартала Казмис в итоге сами собрали деньги и проложили асфальт. Но со временем тут опять появились ямы и колдобины. В Акимате Алатаусского района заявили, что о проблемах знают. И пообещали проложить на этих участках инженерные сети. На данный момент для проведения центрального водоснабжения и канализации готовится проектно-сметная документация. На следующий год планируется начать строительные работы. Проблема дорог будет решена после прокладки инженерных сетей. Потому что, как вы знаете, нельзя сперва построить дорогу, а потом проводить раскопочные работы. Поэтому сперва закончатся работы по строительству инженерных сетей. Только потом начнётся строительство дорог. Конкретную дату начала и завершения работ по проведению водоснабжения и прокладки дорог в местной администрации не уточнили. Пока, видимо, доведённым до отчаяния жителям так и придётся жить без благ цивилизации. Власть Алматы планирует полностью обновить троллейбусный парк города. Запланирован запуск четырёх новых маршрутов и реконструкция изношенных сетей. В этом году заменят пять километров проводов по улице Тимирязева. Вместе с тем в Алмалинском районе разработан механизм сноса ветхого жилья. Об этом Бахаджан Сагентаев рассказал на встрече с жителями. О перспективах и возможностях района в материале Алтеншаш-Смогуловой. Разговор с жителями района Аким начал с планов о поэтапном развитии Алматы. В первую очередь возьмутся за общественный транспорт. По словам Акима, число автобусов увеличит до двух тысяч. Это позволит сократить время ожидания на остановках. Продолжится строительство станций метро «Достык» и «Сарарка». По запросу горожан улучшат троллейбусы, а точнее реконструируют изношенные сети. Сейчас начинаем работу на Тимирязево. Пять километров в этом году обновим все троллейбусные сети. На следующий год по всему городу поставим дополнительные подстанции, потому что будем увеличивать количество троллейбусов. Откроем новые четыре маршрута троллейбусных. Алматы постепенно избавят от ветхого жилья за счет инвесторов. Механизм следующий, поясняя Аким. На время стройки жителям старых многоэтажек предоставят квартиры. Потом они заселятся уже в новостройку. Оставшиеся квадраты продадут, в том числе по госпрограмме для очередников. Этот вопрос сейчас прорабатывается. Сейчас приняли программу ветхое жилье. Если все эти дома, около тысячи их, занимает площадь всех этих квартир сегодня 300 тысяч квадратных метров, на их месте можно построить миллион 300 тысяч. То есть плюс миллион квадратов появится там. Вечно волнующая алматинцев тема – городская инфраструктура, которая зачастую не рассчитана для людей с особыми потребностями. У нас в городе очень мало возможностей для инвалидов-колясочников. Я столкнулась с такой проблемой, когда мне необходимо было маму везти в поликлинику. Коляска запнулась на тротуаре за камень, перевернулась, поднять было некому. Хорошо мимо шли люди, помогли. И зачастую тротуары не порудованы ни пандусами для колясочников, ни специальными какими-то поручнями, чтобы каждый мог сам подняться, проехать и так далее. Вопрос Аким взял на заметку. Еще одно пожелание горожан – дальнейшее развитие пешеходных зон. Волнуют жители и стихийные парковки, которые автовладельцы устраивают прямо во дворах. В квартале всего несколько жилых домов, остальное – бизнес-центры. И на эту улицу приезжают постоянно автомобили. Паркуются так плотно, что люди даже не могут пройти мимо. То есть прошу вас как-то обратить внимание на именно качество пешеходной среды. У нас в районе совершенно во многих местах нет нормальных, безопасных пешеходных переходов. Качество пешеходных проходов и тротуаров оставляет желать лучшего. И организация парковок. То есть автомобили захватили очень много пространства. Мы живем в районе Никольского рынка. И у нас вообще улицу Байтурсунова облагородили. Все сделали, все прекрасно. Но нет ни единой парковки. И все машины заезжают к нам во двор. Хотя парковка, вот, Долгострой строится уже несколько лет на Джамбула-Адишарипова. Вопросы КСК и безопасности не меньше беспокоят жителей. Люди просят усилить работу полиции и установить дополнительные пункты. У меня такая просьба от наших жителей. У нас улица Дусинова и Тургуту-Залы-57. Спасибо Алмалинскому району сделали шикарное благоустройство, красиво, скобейки. Но мы на них сидеть не можем. У нас там распивочная зона, лежачая зона. Житья нет, полицейских нет. Просим нас включить в нашу улицу. Безопасность алматинцев, говорит Бахаджан Сагентаев, возьмут под особый контроль. В криминогенных зонах уже появляются передвижные пункты полиции. Усилено и патрулирование. Причем полицейские знают тех, кто сдает квартиры, кто состоит на учете или же находится в розыске. Прозвучали в ходе встречи обращения по коммунальным тарифам и счетчикам на холодную воду. Их замена, по словам пенсионеров, сильно бьет по карману. Новый счетчик на рынке стоит, сам счетчик, 3500 тенге. Две гайка открутить и закрутить, поменять их, стоит 3000. Но этого я не имею права делать. Я его за три минуты сделаю. Но меня лишили права. Дали лицензии частным лицам, которые имеют право менять. И они с меня сдирают 3000 тенге. Для пенсионера 3000 тенге – это три дня существования. Прозвучала очень важная просьба. Городу необходим реабилитационный инсультный центр. У меня сейчас муж в тяжелом положении, лежит в больнице. Тяжелобольной, он без движения получил. Это 19 июня инсульт. В Алма-Ате нигде нет для таких тяжелобольных реабилитационных центров. Этот вопрос, по словам Акима, изучается в Алматы и в скором времени построят современный многофункциональный медицинский комплекс. В целом, все волнующие жители Алмалинского района обращения взяты на контроль и будут решаться. Подытоживая встречу, Бахаджан Сагентаев поблагодарил горожан за понимание и терпение, напомнив, что такие встречи будут носить системный характер. Алтыншаш Смогулова, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы. Ауэзовский район Алматы возглавил Сайран Сайфеденов. Нового Акима сегодня представил Бахаджан Сагентаев. Глава мекополиса отметил, что кандидатура Сайфеденова одобрена администрацией президента и маслехатом города. С 2009 по 2016 годы он занимал пост заместителя руководителя этого района. Вы хорошо знаете этого человека, и он, в свою очередь, не понаслышке знаком с проблемами района. Времени на раскачку нет, работы предстоит много. Новому Акиму не нужно время, чтобы поближе ознакомиться с поставленными задачами. Ведь человек, он здесь не новый, 7 лет был заместителем первого руководителя. Желаю вам и ему удачи в работе. Сайфеденову 44 года. По образованию он юрист, магистр экономики и бизнеса. Имеет опыт работы в частных компаниях и на госслужбе. С мая 2016 года по мае 2018 занимал пост Акима Нур-Избайского района. После был назначен заместителем руководителя управления занятостей социальных программ Алматы. С февраля по август текущего года занимал должность замплавы управления социального благосостояния Алматы. Вы смотрите новости на телеканале Алматы. Продолжаем выпуск. В Казахстане впервые начнут выпускать радиоэкологов. Обучать будущих специалистов планируют в Национальном университете имени Аль-Фараби. Об этом стало известно сегодня в ходе круглого стола, который приурочили к Международному дню против ядерных испытаний. И благодаря участию наших химиков, физиков, мы создали первую лабораторию по радиационной экологии. Она называется лаборатория имени Марии Складовской. Кюри и сейчас способны готовить этих специалистов. Водители, менеджеры, горничные и грузчики – самые востребованные профессии в Алматы. В этом убедились участники ярмарки-вакансии, которую провели в городе. Работу предлагали более ста компаний. Это крупные предприятия и фирмы. О ситуации на бирже труда расскажет Элизат Акчурин. Ярмарка-вакансии для Алексея Федоренко – настоящий подарок. Больше трех лет он подрабатывает то продавцом в бутиках, то консультантом в интернет-сервисе. Но мечта молодого человека – работать по профессии – логистом. Парень оставил резюме в нескольких компаниях и даже прошел предварительное собеседование. Сейчас уже решил устроиться либо в транспортно-логистическую компанию экспозиционную, либо с производством, именно логистикой связанной, либо со складом. В общем, то, что есть на рынке. Впрочем, в активном поиске не только соискатели, но и работодатели. Около ста крупных компаний представили топ-700 свободных вакансий. Сотрудники нужны практически во всех сферах – банковской, строительной, торговой, медицинской, образовательной и даже промышленной. Выборы широкие, особенно в рабочих специальностях. Внушительную долю незанятых рабочих мест составляют водители, менеджеры и горничные. В сфере строительства он ищет штукатурщика, водителя, кладчика, скажем, кирпичей, в сфере производства также. То есть работодателю 2-3 вакансии, может быть, до 5-6 вакансий. Например, медицинской организации нужны узкие специальности. В Центре занятости населения для соискателя есть множество различных программ. А те, кто хочет поменять профессию, могут провести курсы повышения квалификации. По окончанию им вручают сертификаты. Центр занятости населения Акимата города Алматы предлагает такие программы, как молодежная практика, социальные рабочие места, а также общественные работы. Если человек, например, после окончания университета не может найти для себя работу, подходящую именно по своей специальности, то он может обратиться в Центр занятости, зарегистрироваться как лицо, ищущую работу и найти именно по своей специальности работу. Информацию о проведении ярмарки получили 35 тысяч зарегистрированных безработных. Сообщения им отправили в Центре занятости. Откликнулись на них больше тысяч алматинцев. Благодаря этой площадке постоянную работу нашли 55 человек. До конца года в городе организуют еще три районной ярмарки. 29 подобных встреч уже прошли в течение года. Имиджевую концепцию для продвижения туризма на Каспии разработают специалисты прикаспийских стран. Развитие отрасли эксперты обсудили на международном туристическом форуме, который прошел в Актау. В нем участвовали делегаты из Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана. Хозяева форума, а именно Акимат Мангистауской области, в подробностях рассказали гостям об особенностях отдыха в Мангистау. А именно об экотуризме, семейном релаксе и экстремальных видах отдыха. Особое внимание сейчас уделяется созданию комфортной среды в самом Актау, где уже полным ходом идет благоустройство по всей прибрежной полосе. За круглым столом участники форума предложили разработать общую концепцию развития туризма на Каспии. Прежде всего, необходима информация. Туристы должны как можно больше узнать интересного о туристическом потенциале, сервисе и возможностях посетить прикаспийские страны. Для продвижения туризма будет разработан единый бренд и общая стратегия. Участники форума обсудили и проблемные вопросы, касающиеся выдачи виз, развития перспективного религиозно-паломнического туризма. В российском городе Жуковске увековечили память легендарному сверхзвуковому Ту-144. Пассажирский авиалайнер, рекорды которого по скорости и высоте еще не побиты, совершал регулярные рейсы между Москвой и Алматы. Идею еще раз вписать в историю имя уникального авиасудна поддержали жители Жуковского. Мероприятие приурочили к открытию 14-го международного космического салона «МАКС-2019». Моя коллега Салтанат Шоурай побывала в Подмосковье и наблюдала за историческим событием. Легендарный Ту-144 вновь воспарил над городом Жуковским, центром советской авиации. И действительно, памятник, установленный знаменитому воздушному судну, имитирует взлет машины. Его верхняя опора поднята на 4 метра, а задняя на 3. Отреставрировали самолет на территории летно-исследовательского института имени Громова и установили здесь, на пересечении улицы Туполева и Туполевским шоссе. Кстати, место для установки памятника жители Жуковского выбирали сами. Бессмертный авиалайнер, который теперь красуется при въезде в Жуковский, является бывшей летающей лабораторией по исследованию сверхзвуковых скоростей. Его последний полет состоялся в конце 90-х, а за плечами серия международных рекордов в 83-м году по замкнутому маршруту в 2000 километров. Я летал на многих самолетах, на этом не летал, но я сейчас настолько прирост к этой машине, это моя родная машина. Мы ее поставили, вот наш коллектив, который я возглавляю технической, поэтому я считаю его родным. А уж летал, не летал, вот он, он сейчас из своей жизни прошлой взлетает в бессмертие. Ту-144 – первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер, разработка конструкторского бюро Туполева. Его запустили в воздух на два месяца раньше британо-французского «Конкорда» – 31 декабря 1968-го. Рекорды Ту-144 еще не побиты. Он ведь летал на высоте, где никакие самолеты не летают, на высоте 15-18 километров, и поэтому многие мечтали попасть на этот самолет, ну и кроме того, его скорость, если перевести на метры в секунду, 600 метров в секунду, а начальная пуля пистолета Макарова – 315 метров в секунду. Можете себе представить, какое чудо света было сделано в то время? И это было сделано без компьютеров. 1 ноября 1977-го года состоялся первый пассажирский рейс «Москва-Алма-Аты», куда из Домодедова Ту-144 вылетел в 9 утра. Через два часа уже приземлился в столице КССР, а в три часа дня отправился обратно. Билеты на сверхскоростной борт стоили дороже на 20 рублей. Курсировал лайнер раз в неделю. Самолет, который имел достаточную дальность для полетов в Хабаровск, еще не был готов. И промежуточный самолет, на котором стояли двигатели Кузнецова, мог только долетать до Алмата. До Алмата, до Ташкента, до Фрунзе, до Новосибирска. Но выбрали все-таки Алмату, потому что невероятно красивый город. Этот красавец длиной в 60 метров и весом 120 тонн возвышается на треугольной площадке. При установке предусмотрели все до мелочей. Ветровую и снежную нагрузку провели герметизацию стыков. Совсем скоро реставрируют и салон лайнера. Очень большие нагрузки приходится на такой памятник. И все это надо предусмотреть, чтобы самолет стоял не один сезон, а как можно дольше. Вот то, что сделано, это только первый этап проекта, который у нас есть. Выполнено здесь мощение в виде взлетно-посадочной полосы. Соответственно, лавочки, удобный подъезд, парковочные места, чтобы люди могли приезжать на экскурсии автобусами, останавливаться, смотреть. Необычный монумент имеет все основания стать главной местной достопримечательностью. В подмосковной Жуковске легко добраться из Алматы. Уральские авиалинии еще с прошлого года запустили прямой рейс. Я желаю нашей авиации только успехов, грандиозных успехов в будущем. Не только в отечественной практике, но и, конечно, на международном уровне. У нас все для этого создано. Всего Ту-144 выполнил 55 рейсов. Перевезено было почти 4000 пассажиров. Сверхзвуковые коммерческие рейсы посчитали нерентабельными. Причиной их закрытия послужила также катастрофа опытного экземпляра с маркировкой «Д». В 1983 году работу над Ту-144 прекратили. Однако люди решили, символ советской авиации должен жить. Открытие памятника летающей легенды ждали долго. На реализацию проекта ушло 4 года. Сегодня в мире осталось 7 самолетов этой модели. Два памятника Ту-144 уже есть в Казани и Германии. Салтанат Шурай, Влад Шишко, телеканал Алматы, Московская область. В эту пятницу в Алматы стартует международная велогонка «Туров Алматы». На соревновании честь Казахстана будет отстаивать команда «Астана-проти». Общий призовой фонд составит 40 тысяч евро или более 17 миллионов тенге. Организаторы отмечают высокую профессиональную подготовку отечественных команд. Она пройдет уже седьмой раз в этом году. Результаты налицо. Все мы их прекрасно видим. Организована в городе Алматы профессиональная команда. Ну и ряд любительских велогонок все равно также придает большой импульс развитию велоспорта как в нашем городе, так и в целом в нашей стране. Состязание пройдет в два этапа. Первый день шоссейной велогонки пройдет на территории индустриального парка. Второй этап начнется у Ледового дворца Халык-Арена. Такими событиями запомнился сегодняшний день. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова